всем привет сегодня 19 мая а значит нашим щенкам 81 день растут развиваются сегодня мы проснулись луж не было так вот видите пиву не у нас пошла в туалет так что ребятки радуют на моя хорошая все обрадовались бабушки оливии вот как встречают пушистую бабушку бабушки не скрыть так но все понеслась бабушка пусть у меня спасения но мне помочь тебе нечем разбирайся сама крепы давай-ка на бабушку маленькой жирочки и растрясти а то спит целыми днями бабушка начинает воспитывать было в сторонке стоит наша лысая была у нас все разбросано видите игрушки на полу ну такие щенки как ребятенки так они и живут у нас играют не успеваешь сложить контейнер игрушки как они вытаскивают бабушка уже психует пиву не лает на нее вот так малыш тоже старается поиграть в общем хватится есть за что смотреть какая лысая была вообще шерсти нет практически не было давай покажемся вот так выглядит шпиц после родов давно хотели записать данное видео она касается по большей части новых зрителей которые пришли на наш канал не успели посмотреть первое видео начинает задавать нам вопросы я сейчас вам покажу как быстро найти ответ на интересующий вопрос вот видите значок лупы нажимая на него вводим интересующий нас вопрос например что касается корма да вот вводим слово корм и youtube выдает рекомендованные видео на данную тему напрямую либо костно связано с данным вопросом вот вам стоит посмотреть несколько выпусков и ответы уже найдете например какие витамины даем для шерсти вводим для шерсти то же самое вот ряд видео которые помогут вам найти ответы на вопросы либо прививка например как ухаживаем зубами там зубы до то же самое как вы видите все можно найти ушко крепышки вот так вот добрая мама была как нельзя вот так вот уже Вот, пока им не дерутся, рыжик вытащил ушко из-под Крепыша и легла спокойно, грызет, а вы, говорит, делитесь дальше Вот они, шкодники, слышу лай, ну возьму сейчас камеру, засниму, что тут у них происходит А уже поздно Как один комментатор написал, вам не ролики снимать, а улицы подметать Нет, лучше мы поснимаем Вот они, смотрите, пришли к бабушке Оливии тревожить за диван Бабушка Оливия очень не рада этому, даже Оливия Вот так вот Ну-ка давай брысь оттуда, рыжик, давай-ка давай отсюда, все Пусть бабушка здесь спит И ты тоже вали отсюда, пожалуйста, вали, пожалуйста Все, спи, моя хорошая А Бульчонок сюда спряталась Бульчонок знает, как уберечь себя от нападок деток Залезла на диван, здесь вот дежурное лакомство есть И сейчас будет спать Проснется, погрызет, ее никто не потревожит здесь Сегодня почитали комментарии, которые были оставлены вами, зрители, под видео о клеймении Мы немножко, конечно, в шоке пребываем Люди от своей безграмотности порой такую ерунду пишут, вот правда Ну, неужели вы думаете, что это наша прихоть какая-то, наше желание пойти и сделать это клеймо? Такое ощущение, что мы там, наверное, ставим наколку в виде цветочка Либо пишем, век свободы не видать, там, либо что еще Ага, змеи, как еще некоторые говорят, что вы менеджеры, вам бы лишь бы продать и за денег вы все делаете Мне очень интересно, каким образом клеймо может увеличить стоимость щенка и выгоду нам какую-то создать Когда мы еще за это клеймо и деньги платим Мы попробуем сейчас коротко объяснить То есть у нас в России клеймо действует Номер клейма прописывается в метрике И этот номер должен присутствовать на собаке Его ставят обычно либо в области паха, либо на ушки Чипирование в России не обязательно Чипируют обычно собаку по желанию В основном те люди, которые собираются выезжать с собакой за рубеж Вот и все На выставке могут у вас его и не проверить А могут проверить Но судья проверить имеет право По поводу больно или страшно Мы специально проверили опрос, чтобы узнать у вас, как вы считаете В принципе, больно и страшно У нас были равные голоса Конечно, собаке неприятно Но это не такая боль, которую нельзя терпеть От которой стоит выйти В основном собака, она боится Мы уже об этом говорили в том видео Ей больше всего не нравится, что ее удерживают В какой-то определенной позе Она не может встать, она не может пошевелиться И это ей не нравится Есть собаки, которые, например, привезены были в спящем состоянии И они даже не просыпаются, когда им начинают ставить это клеймо Это говорит о том, что это тот минимальный дискомфорт, который собака испытывает Она даже не просыпается Некоторые люди писали, что А вы пробовали себе ставить тату? Я понимаю, что это неприятно Но учтите то, что у нас с собаками разный болевой порог Щенки очень сильно кусаются Допустим, меня щенки кусают за ухо, за шею, за нос Это дико больно Но для них это нормально У них все игры заключаются в покусывании друг друга И причем это больно Но для них это нормально В видео мы показали, как клеймят малыша А вы вспомните те видео, когда Маша расчесывал малыша? Как он рычал? Как ему не нравится? Мне кажется, расчесывание, наоборот... И воспринимает еще хуже, да Хуже, чем клеймение К концу дня, так скажем, ваши комментарии Мы еще подустали, да Вызвали такие тоже негодовая, не эмоции Поэтому, ну вот, крик души нашей был в конце видео Спасибо, что выслушали этот крик Мы желаем вам всего хорошего На этом прощаемся Всем пока, до завтра Пока-пока